всем сердечный привет его на канале о вязании крючком игрушек и не только джули вули тос я юля и сегодня с вами мы свяжем кое-что сердечно милое я приготовила для вас мастер-класс вот такое сердечко она очень несложная очень милая ведь брелочка можно сделать просто игрушку сувенир можно виде брелочка сделать мне кажется такое сердечко будет актуально не только ко дню влюбленных но и просто как милый сувенир чтобы выразить свои чувства симпатии и эмоции вяжется сердечко достаточно просто так как нету никаких пришивных особо деталек кроме щечек то справится я думаю даже новичок вязание а для более опытных вязальщиц рукодельниц связать такую игрушку будет отличным поводом утилизировать различные остатки не так как так как здесь пряжи потребуется нам совсем немножко либо навязать на какие-то ярмарки и для своих родных и близких такие милые брелочки что же нам понадобится для вязания такого сердечка а по материалам нам понадобится небольшое количество пряжи можно абсолютно разных цветов у меня будет светло-розовый и малиновый по чуть-чуть нам понадобится у меня это пряжа yarnart джинс также понадобится крючок я буду вязать крючком номер полтора миллиметра ножницы счетчик ряда марки рядом иголки также нам понадобится немного черной нити можно мулины использовать можно швейную нить можно любую которая у вас есть желательно чтобы она была потоньше музею мы будем вышивать ротик и бровки если вы планируете делать брелок то фурнитура для брелка а также различные украшательства для шапочки у меня это будет уже готовый помпон вы можете сделать его самостоятельно вот в этом видео я рассказывала как делать помпон и по какому принципу либо какой-нибудь готовый взять также готовим глазки глазки могут быть на пластиковом креплении тогда их нужно будет вставлять при вязании непосредственно до того как вы закроете игрушку либо это могут быть клеевые глазки которые уже приклеиваются соответственно после того как вы игрушку связали если вы будете использовать глазки именно клеевые или какие-то элементы декора тоже которые нужно приклеить то не забудьте про клей у меня это момент кристалл также нам понадобится совсем немножко холофайбером на этом по материалам все погнали вязать и начинаем мы вязание с одной половинки сердечка это у нас будет верхушка будет шапочка мы начинаем наш первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми вяжем 1 2 3 4 5 6 и тянем за хвостик наш первый ряд далее уже можно поставить маркер ряда и начинаем второй ряд второй ряд вяжется по прибавочке в каждый столбик предыдущего ряда то есть мы вяжем раз два в одну раз следующий повторяем так по кругу до конца ряда во втором ряду нас должно получиться 12 столбиков без накида параллельно я ввязываю хвостик и на этом этапе его уже можно обрезать третий ряд мы начинаем с одного столбика без накида а далее вяжем прибавку 1 продолжаем так вязать до конца ряда то есть у нас получится 6 повторений таких и в конце ряда будет 18 столбиков без накида 4 ряд начинаем с двух столбиков без накида подряд а далее при бабочка прибавка и повторяем так до конца ряда соответственно четвертом ряду у нас должно получиться с вами 24 столбика без накида а далее с 5 включительно по 7 ряды то есть последующие три ряда мы вяжем просто по кругу без прибавок и убавок по 24 столбика без накида в каждом ряду на этом на первой половинке после седьмого ряда мы ниточку обрезаем закрепляем и вяжем точно такую же вторую половинку на ней мы нет не обрезаем а будем присоединять первую половину и продолжать наше вязание мы провязали с вами вторую половинку теперь мы берем и половинки соединяем желательно соединять там где вот на первой половинке мы закончили вязание наше просто прикладываем две половинки сердечко захватываем изнутри первую половинку прокалываем вторую провязываем 1 столбик без накида скалываем и провязываем второй столбик без накида далее мы начинаем вязать образовать их по кругу здесь мы ставим маркер начала ряда и вяжем 22 теперь мы подходим к нашему месту где мы соединяли здесь может получиться отверстие но мы его потом с вами вместе подкорректируем стянем 22 переходим на следующую половинку здесь еще и подхватываю ниточку связываю с обратной стороны которая у нас осталась от первого первой половинки сердечко конца ряда у нас должно получиться 44 столбика без накида это был наш 8 ряд следующий 9 ряд мы вяжем по кругу 44 столбика без накида без каких-либо прибавок и убавок 9 ряд и мы закончили вязание этим цветом но будьте внимательны ниточку мы не обрезаем мы ее оставляем и сейчас нам нужно поменять цвет на наш основной цвет тела это как бы наша шапочка сердечко мы вкалываем крючок серединку петли и вяжем только за задние полупетли то есть дальние от нас этот ряд 10 мы точно также будем провязывать 44 столбика без накида я присоединяю начинаю провязывать будьте внимательны мы вяжем только за дальние петли то есть у нас должны остаться петельки по которым мы сажим еще отворот шапочки последняя петелька также полупетлю 44 наш десятый ряд дальше мы должны связать по кругу уже бабочкой чтобы в одиннадцатом ряду у нас получилось 42 столбика без накида убавки в сердечке в таком лучше всего делать по серединке чтобы края более плавно закруглялись поэтому я делаю бабочку вот прямо по центру эту ниточку мы все еще не обрезаем то есть я начинаю убавки ставлю сюда уже маркер ряда и вяжу ровно до центра здесь также в центре я делаю у бабочку двадцатый столбик и по центру у меня получается у бабочка 142 11 теперь мы переключаемся временно и довязываем нашу малиновую ниточку этот у нас ряд такой вне очереди будьте аккуратны чтобы ниточки вас не запутались и за полупетельки которые у нас остались свободные мы берем делаем накид вводим крючок и провязываем полустолбик с накидом накид и через все петельки провязали еще раз накид вытянули петельку и все петельки закрыли так мы должны провязать этот ряд по кругу у нас получится такой отворотик шапочки и вот мы до конца дошли можно здесь соединительным столбиком соединить нашу шапочку такой вот отворотик у нас должен получиться и мы оставляем буквально небольшой отрезок нити смотрите уже сами как вам хватит чтобы в некоторых местах прикрепить отворот как бы зафиксировать его сердечко это когда она уже будет готова если у вас здесь остались небольшие отверстия то чтобы их можно было стянуть этим цветом этот кусочек мы оставляем хвостиком и снова продолжаем вязать можно так вот отвернуть шапочку нашу и продолжаем вязание уже непосредственно по схеме 12 ряд мы провязываем без изменений то есть 42 столбика без накида в этом ряду 13 ряд мы провязываем уже с у бабочками вяжем сначала 345 столбиков без накида и делаем у бабочку так мы провязываем по кругу повторяя этот раппорт шесть раз в конце ряда у нас должно получиться 36 столбиков без накида вяжем следующий ряд и мы снова идем на уменьшение мы провязываем уже 4 столбика без накида 1 2 3 4 и у бабочку так повторяем до конца ряда четырнадцатом ряду у нас выйдет 30 столбиков без накида пятнадцатом ряду мы вяжем 123 столбика без накида и одну бабочку по аналогии с предыдущими рядами повторяем это шесть раз и в конце ряда у нас уже будет 24 столбика без накида шестнадцатом ряду мы вяжем без прибавок и убавок 24 столбика без накида по кругу после шестнадцатого ряда самое время ставить глазки если у вас такие как у меня к примеру на пластиковом креплением и также мы скоро будем набивать смотрите та сторона где у нас есть такое соединение небольшое это как правило я оставляю забираем нашу красивую сторону и крепим глазки если у вас такие же как у меня глазки на пластиковой ножке на креплении то очень легко их разместить и перед тем как окончательно их захлопнуть во первых разместить их симметрично посмотреть как они у вас выглядят дальше ближе их установить чем мне больше нравятся такие глазки у них минимальный шанс скажем так выпадание замечала что клеевые особенно если это какие-то вот такие простые со временем даже если очень очень хорошо приклеить то клей может рассыхаться и глазки теряются отпадают также после того как вы установили глазки можно уже в этом ряду начинать потихоньку набивать наше сердечко холофайбером потом мы провяжем еще чуть-чуть и до набьем только внимательно распределяйте так чтобы у вас еще было место спокойно а до вязать иначе холофайбер можно будет при процессе вязания цеплять крючком 17 ряд мы начинаем с двух столбиков без накида 1 2 и делаем у бабочку продолжаем так вязать по кругу всего 6 раз в этом ряду у нас уже будет 18 столбиков без накида 18 ряду мы вяжем без изменений 18 столбиков без накида по кругу после 18 ряда можно еще донабить наше сердечко уже по плотнее так как мы близимся к завершению игрушки девятнадцатом ряду мы вяжем один столбик без накида и одну бабочку продолжаем так вязать до конца ряда чтобы в девятнадцатом ряду у нас получилось 12 столбиков без накида в конце здесь я еще до набиваю максимально так как у нас уже последние ряды и кончик тоже должен быть туго набит здесь уже в последнем двадцатом ряду мы вяжем у бабочки до конца но я вам сейчас покажу как красиво аккуратно завершить чтобы не было отверстие через которое у вас вылезет холофайбер я провязываю буквально 1 2 3 4 5 5 у бабочек у нас остается еще отверстие на этом моменте я оставляю отрезок нити берем иглу проверяем чтобы у нас реально было туго набито все и теперь мы берем просто продеваем иголочку в одну петельку с одной стороны другую петельку с другой стороны и так поочередно мы подтягиваем все петельки чтобы наше отверстие в конце просто стянулась вот таким образом здесь же можно аккуратно закрепить ниточку и спрятать ее вовнутрь сердечко выводим где-нибудь вверху сильно не тянем прям так чтоб сплющила сердечко уже можно обрезать не теперь нам надо доделать все с нашей малиновой ниточкой мы отворотик шапочки должны так вот прямо в центр присоединить поскольку мы делаем этой же нитью заметно ничего не должно быть вот здесь мне не нравится отверстие мы его сейчас тянем таким образом за перевод выложу и вот так вот тягиваем на этом моменте уже можно закрепить ниточку малиновую спрятать ее и обрезать если вы расположили глазки и у вас позволяют габариты можно еще сделать щечки нашему сердечку щечки делаем элементарно просто вот у меня а грызочек нитки остался и мы вяжем 1 2 3 4 5 столбиков колечко амигуруми затягиваем соединяем соединительным столбиком с первой петлей ниточку закрепляем затягиваем вот такая у нас получилось щечку вяжем две таких щечки можем сразу их пришить располагайте их под глазками чуть чуть ниже буквально там на один ряд и по диагональ кем вот так можете приколоть пином чтобы он у вас не убежал так как надо нам разместить их симметрично теперь берем черную ниточку нашу и вышиваем бровки и ротик а теперь выводим на центр там где нас будет располагаться ротик вы точно также можете поэкспериментировать посмотреть как вам больше нравится расположение хорошо подтягиваем и в ту же точку откуда мы вывели иглу туда же и затягиваем я фиксирую в нескольких местах и нам остается задекорировать нашу шапочку я подготовила два специально разных таких помпончиков и нам остается только поставить фурнитуру для брелка если вы конечно собираетесь делать из этой игрушки брелок и вот такое сердечко брелок у нас получилось я думаю что вас не затруднит теперь поставить лайк этому видео подписывайтесь на канал если не сделали этого раньше жмите колокольчик до встречи в новых мастер-классах